Это программа «День с толком» В студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Недобро пожаловать! Как теперь работает режим въезда в Алтайский край? Требуется любая помощь. Многодетная семья из Барнаула из-за пожара осталась на улице. Мир труд май. Где прошла первая майская демонстрация в Барнауле? Грузы провести можно, а вот людей могут и не пустить. С сегодняшнего дня въезд в наш регион ужесточили. Всем пересекающим границу придется пройти паспортный контроль. Как работает новый режим наблюдала наша съемочная группа, которая отправилась на границу с Новосибирской областью. Разгвардейцы с оружием, специалисты Роспотребнадзора в защитных костюмах с тепловизорами, полиции, инспекторы ДПС. На границу с Новосибирской областью, где развернулся один из временных пропускных пунктов, стянулись едва ли не все силовые структуры. Теперь здесь останавливают все легковые машины. У пассажиров и водителей спрашивают документы о целях визита и спрашивают о сроках пребывания в регионе. Ну а затем вручают памятку, на которой написано, что они должны самоизолироваться на 14 дней. Строгие ограничительные меры на въезд стартовали с полуночи сегодняшнего дня. За это время границу пересекли около тысячи машин. Лишь две развернулись обратно, другие, видимо, смирились с домашней самоизоляцией. Но, естественно, есть и те, кто категорически с ней не согласен и даже не знал о ней. Я не планировала, что меня будут снимать. Вы проживаете в Барнауле? Да, я прописана в Барнауле, но работаю в Новосибирске. У меня есть справка с места работы, что я являюсь работником. Вы к нам заезжаете на две недели. Через 14 дней сможете выехать. Знаете, я только что сидела 14 дней на самоизоляции. И у меня есть два отрицательных анализа на крыльях. Я только что прилетела из Триланда. Но отрицательные анализы никого не волнуют. Сразу вручает памятку, а самоизоляции просят подписать. Девушка не может этого сделать. Наработа в Новосибирске ей уже 7 мая. Я должна как-то зарабатывать деньги, иначе мне просто есть будет нечего, понимаете? Вы заполните документы, что вы въехали в АТСКО. И счастливого пути. Все, но чтобы не было никаких 14 дней. Да какие 14 дней? Вы что? Сейчас я запомню. Да, да, да. Все хорошо. Действительно? Убери. Убери камеру. Просто непонятно. Знаете, очень странная ситуация сложилась. Всем въезжающим на территорию Алтайского края вручают памятку, где говорится, что они должны соблюдать режим самоизоляции. Но сотрудники здесь присутствующие говорят, что они не должны соблюдать режим самоизоляции. Вот и непонятно. Но девушка читать умеет. Она поняла, что ее вводят в заблуждение. К слову, сам заместитель главы Тольменского района. Другим же про штрафы ничего не сказали. Они спокойно подписывают сами, не понимая, что. Сказали, что выпустят. Поэтому заполняю, что это чисто формальность или все-таки нет. Они должны находиться дома. В каждом районе созданы группы, которые проверяют режим самоизоляции. То есть они визуально подошли к дому, позвонили. Он подошел к окну, либо через дверь пообщались. Что он действительно, этот человек находится. Если его нет на месте, то фиксируется, что его нет на месте. В случае нарушения что ему грозит? Административная ответственность. От 15 тысяч до 40 тысяч. А этот мужчина приехал к нам из Рязани. Ему нужно в республику Алтай. Там должен ремонтировать аппараты ИВЛ. А в республике, как мы помним, правила въезда те же, что и у нас. Я настрою и буду дальше на карантине. То есть я за сегодня справлюсь, все это сделаю. Запущу эти аппараты искусственной вентиляции легких, получается, в городе, в Горно-Алтайске, чтобы люди больные пневмонией или с подозрением на COVID-19 могли получить лечение. Кстати, въезд для грузового транспорта беспрепятственные. Большегрузы даже не останавливают для проверки документов. Как работает контрольный пункт, приехал проверить и заместитель председателя правительства региона Александр Климин. Сколько выписали наши коллеги из Роспотребнадзора в постановлении уведомлений? За ночь было выписано с нуля часов до восьми утра 136 уведомлений. А 11 часов с восьми до одиннадцати еще 120. Ну, эксцессов не было. Говорят, что двое возгущались тут, не хотели получать уведомления. Ну, а те, кто получил, говорят, что такой документ им вообще не указ. Ну, я не могу, мне через четыре дня на работу. Меня кормить никто не будет. Ну, вы заполните удостоверение. Ну, давайте. Уведомление, вернее. А если вас не выпустят обратно? Объеду он там. Кстати, закрытые границы и дисциплина – это именно то, что помогло нашим соседям из Поднебесной довольно быстро справиться с первой волной коронавируса. Сейчас случаев заражения там все меньше. Затем, как Китай боролся с коронавирусом, наблюдала жительница Барнаула, преподаватель русского языка Китайского Синьцзянского университета. Она уже вернулась домой и поделилась с нами своими эмоциями и ощущениями. Пик пришелся на конец января, и тогда началась всеобщая паника, и начали закрывать всех и вся. И тогда люди очень сильно испугались. И до сих пор китайцы очень сильно напуганы. Китайцы сразу остановились, они сразу перестали куда-то ходить. То есть у них был полнейший локдаун. У них же есть опыт атипичной пневмонии, они очень хорошо помнили, как это бывает. Поэтому, как только им сказали сидеть дома, никто не выходил на улицу. Ну, за редким-редким исключением. Хотя, даже, насколько я помню, больших штрафов там никому, никаких больших угроз никаких не было. Люди просто сразу поняли, что не нужно никуда ходить. И, ну, до сих пор многие опасаются. Они гуляют, бегают, но по одному. Даже в ресторане они сидят далеко друг от друга. И в этом главное отличие. То, что они дисциплинированные. То есть они, вот у меня есть приятель, который 63 дня просидел дома. Он ни разу не вышел на улицу за 63 дня. Представляете? Что он там делал? У них очень хорошо развита доставка. Что ты хочешь, то тебе и доставят. У них до сих пор не разрешены массовые какие-то мероприятия. До сих пор закрыты высшие учебные заведения. То есть все еще не затихло до конца. Хотя теперь говорят, что в ноябре был пик. И действительно мы с коллегой, мы там вместе работаем. Мы заметили, что очень много болело. И мы сами в ноябре очень сильно болели. Чем мы болели? Теперь никто не узнает. Ничего не говорят? Не обещают, когда приедут? Ничего? Нет. Ну, китайцы, во-первых, вообще такой народ. Они о будущем практически никогда не говорят. Не загадывают. Ну и здесь они понимают, что ситуация может развиваться по-разному. Кажется, это было в прошлой жизни. Массовые акции, демонстрации, в том числе Первомайские. Во времена Советского Союза, в День международной солидарности трудящихся, миллионы людей выходили на праздничные акции. Несли красные флаги, скандировали лозунги, призывали уважать и ценить человеческий труд. В современной России Первомай стали отмечать скромнее. А в этом году впервые более чем за столетнюю историю праздника, из-за правил самоизоляции, он вообще пройдет без массовых мероприятий. Сегодня Илья Кочетков решил вспомнить, где в Барнауле прошел первый Первомайский митинг и чему изначально этот праздник был посвящен. Первое мая 1886 года. США. Рабочие заводы вышли на демонстрацию с требованием сократить рабочий день, облегчить условия труда. Митинги прошли по всей Америке. И 4 мая в Чикаго власти жестко разогнали демонстрантов, были погибшие и раненые. После этого каждый год в начале мая рабочие всего мира напоминали властям о своей непростой жизни. В Царской России, где уже поднимало голову революционное движение, условия были одни из самых сложных. Многие сегодня считают 8-часовой рабочий день и 5-дневную рабочую неделю чрезмерными. Ну что ж, а как насчет 11-часового рабочего дня? Без перерыва на обед и без регулярных выходных. Отдыхать можно было только по большим церковным праздникам. Сквер рядом с техническим университетом. Несколько сосен – все, что напоминает о Дунькиной роще, которая росла здесь в начале 20 века. Тогда это была окраина города, где происходили разные темные и тайные дела, такие, например, как запрещенные царским режимом первомайские маевки. Его отмечали, конечно, революционные организации, это социал-демократы, это эсеры. И они проводили маевки тайно. Проводились они в том числе в так называемой городской или Дунькиной роще, на месте которой мы сейчас и находимся. Первая маевка, объясняет он, прошла здесь в 1905 году. Во время Первой мировой свою солидарность с трудящимися всего мира барнаульские рабочие отмечали забастовками на производстве. И лишь с 1 мая 1917 года первомайские митинги переехали на Демидовскую площадь и Площадь Свободы. После Великой Отечественной традиционным местом для прохождения демонстрации стала площадь Октября и Ленинский проспект. Для советских рабочих это было уже не протестом, а скорее традицией. А на закате Советского Союза и подавно стало формальностью. К примеру, журналист и редактор Андрей Никитин помнит, как в конце 80-х годов студентов его профтехучилища буквально заставляли выходить на майские демонстрации. Нам приходили, говорили, ребята, по любому поводу, что субботник, все остальное, нам военрук говорил всегда так, ребята, это дело добровольное, но прийти должны все. И все понимали, что прийти должны все, все приходили, нас, чтобы мы не болтались, всех сгоняли в зал, включали нам эти видеошники, и мы смотрели несколько там каких-нибудь американских боевиков. Я помню, что мы «Рэмбо» смотрели как раз, вторую часть, вот на одной из моих. Мы как раз в середине этого «Рэмбо» его не досмотрели, нам сказали, так, все, выходим, строится, пошли, пошли, пошли. Мы повскакивали, бросили этого «Рэмбо», не досмотрели, потом пришлось идти в нормальный салон досмотреть, чем же дело-то закончилось. С распадом Союза митинги становились все менее людными, революционности в них становилось все меньше, красные флаги разбавили триколоры. А в 1992-м, на волне отрицания всего советского, Первомай из Дня солидарности трудящихся превратился в праздник весны труда. В нынешнем, в 2020-м, из-за ограничений, связанных с пандемией, массовые собрания временно запрещены. Первомай вернулся в своеобразное подполье, теперь цифровое. На днях стало известно, что коммунисты и просто социально активные граждане проведут первомайские маевки с помощью скайпа и других интернет-сервисов. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком. А вот помнят ли Барнаульцы, что за праздник Первого Мая и чему он посвящен? В честь чего этот праздник? День трудящихся, что-то такое. Вот его впервые не будут широко отмечать в этом году. А как вы к этому относитесь? Спокойно отношусь, нормально. Все равно же, кто работает, тот работает. Кто дома, тот дома работает. В любом случае есть возможность отметить. Мир труд май. А что это означает? Не помню, не скажу. Чему посвящен этот праздник? Мир труд май. В СССРовские времена это был день солидарности трудящихся. Вполне возможно, что люди более младших поколений, чем мое, уже, возможно, забыли. Это нормально. Потому что откуда бы им знать? Они же на демонстрациях не ходили. Вот именно в это время, вот именно по этому проспекту, последний раз я, наверное, ходил в 88-м году, будучи студентом Политехнического института. День труда, конечно. Я не знаю, уж корни уходят в советское прошлое, либо в царское, но день труда. Другое дело, что трудиться уже людей мало стало. В прямом том смысле, в каком праздник закладывался. Если серьезно, то, вы знаете, тяжело вот этот праздник отмечать, когда действуют такие меры, когда запрещено работать, вот о чем. Ушли на карантин. Жители Барнаульского дома обратились к нам в редакцию с жалобой на ЖЭО. Якобы руководство ЖЭО и раньше свои обязанности выполняло некачественно, и дом уже начал рассыпаться. А в период самоизоляции руководство и вовсе перестало работать. Правомерно ли это? Полина Жданова узнала. Новый цоколь не прожил и года. Облупился, местами появилась плесень на кирпичах, а сточные трубы развалились. Недовольны жители дома по улице Интернациональная 48 и тем, как отремонтировали подъездные козырьки. Менят во всем недобросовестную управляющую компанию. Говорят, дворника и того нет. Собственники решили убирать территорию сами, но и тут возникли сложности. Я позвонила за неделю, попросила инвентарь. Ну, элементарно грабли, лопаты. Мне сказали, да, позвоните на недельки, мы уточним, все вам дадим. В субботу, когда это действие у нас должно было происходить, я позвонила. Мне сказали, мы вам ничего не дадим, потому что у нас карантин. Делайте субботник после карантина. Тем не менее, субботник жители дома провели, но собранный мусор не вывозят больше недели. Самоизоляция, говорят собственникам в диспетчерской. На входе в управляющую компанию стоит такая табличка «Проходы нет, карантин до 30 апреля». Здесь по-прежнему закрытые по вопросам. Управляющая компания просит обратиться по телефону. Однако дозвониться до них, по словам местных жителей, практически невозможно. Мы дозвонились сразу. Сотрудник управляющей компании легко пошел на контакт, но сказал, что часть вопросов пока они не решают. И откроются не скоро. Закон на их стороне. В сложившемся режиме самоизоляции управляющие компании имеют право уйти на уменьшенное количество работ и оставить только те работы, которые подходят под аварийные. Ну а жителям юрист советует обращаться в госинспекцию, если, по их мнению, до самоизоляции работа УК проводилась некачественно. Но до этого совет дома должен переговорить с домоправителями и попытаться прийти к компромиссу. К слову, после нашего визита УК все же вспомнила о своих обязанностях. Не успела от телевидения уехать. У нас мусор начали убирать. С представителей ЖЭО пришли. Кто-то настучал. У жителей дома на интернациональной, как и у других, есть право сменить управляющую организацию, что они и планируют сделать. Но юристы утверждают, что и новые управленцы сразу решить все проблемы дома не смогут. Собственникам тоже нужно уметь договариваться и приходить к компромиссу со своей управляющей компанией. Полина Жданова, Алексей Фризин. День с толком. Семья из пяти человек осталась без крыши над головой. В Барнаульском поселке Борзовая Саимка сгорел жилой дом с постройками. Что стало причиной пожара и чем можно помочь семье, расскажет Мария Микшута. Буквально за одно утро жизнь многодетной семьи Васильевых изменилась на до и после. В одночасье пожар забрал у них дом, в котором они жили. Там просто руки вот так все у него, все в ожогах, просто все лицо вот так. У него катетер вот тут шесть. Постоит, чтобы ему капельницы капали. Больше всего пострадал Алексей, глава семьи. Мужчина пытался остановить огонь и достать из горящего дома документы. К сожалению, не удалось. Сейчас находится в ожоговом центре. Дочери навещают его, но из-за пандемии прямой контакт с пациентами запрещен. Мне очень хочется пойти к нему в палату, с ним вот так посидеть рядышком, так его обнять охотой. Просто вот это окошко, это не то. Самоходы к нему там взять, пойти и сесть с ним, посидеть на него, посмотреть. Вот так теперь выглядит дом Васильевых. Под его крышей они прожили семь лет. Пожар произошел рано утром, пока все спали. Татьяна вспоминает этот день, как страшный сон. Прилетел в окно камень. Муж спал в зале, он подорвался. Что случилось? Ему сказали, а я здесь как бы спала, ничего не слышала. Залетел мужчина, стал кричать, кто дома есть, где дети. Проходящий мимо мужчина вытолкнул Татьяну в окно. На тот момент в доме находились трое. Женщина признается, она как чувствовала, дочерей отвезла к бабушке. Накануне злосчастного вечера Василий вытопили баню. Очаг возгорания как бы от бани, ну что от бани, может опилочка попала. В МЧС предполагают, что возможная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Пламя уничтожило надворные постройки, полностью сгорела баня, от дома остались только стены. Вся одежда, бытовая техника и мебель сгорели. Дети временно живут у бабушки, Татьяна перебивается у соседей. Нужно жилье недалеко от нашего дома, чтобы я была постоянно на связи. Мне нужно собраться вместе с детьми в одну кучку, и чтобы было нам куда потом отца привезти и ухаживать за ним. Семья остро нуждается в детских вещах, обуви, бытовой технике. Ведь спасти ничего не удалось. Если у вас есть возможность помочь пострадавшим, звоните по номеру, который вы видите на экране. В этой ситуации пригодится любая помощь. Мария Микшута, Николай Шелко, День с толком. Ну а теперь вернемся к праздничной дате. Традиционно к майским город преображается. И самоизоляция этого года не стала помехой. Звезды, флаги, автомобили и музыкальный парк – это лишь часть того, что появится в Октябрьском районе Барнаула. Как скоро завершатся работы, узнавала Дарья Демиллер. Планируем мы вот эту площадку сдать к первому июня. И это один из самых поздних проектов по благоустройству. Напротив музыкального театра Алтая к лету развернется музыкальный сквер. Сейчас убирают старые бетонные плиты, чтобы положить разноцветную плитку, поставить камейки с нотами на спинках и фонари с балеринами. Клумба же будет напоминать фортепиано. Проект оплачивает напополам с благотворителями. Бюджетных денег около миллиона. А на нулевом километре арт-объект уже сдан. Сидели-сидели, думали-думали. Идея такая вот пришла, чтобы сделать звезду как символ воинства наших, как символ братства, как символ нашей Родины Великой. Вот такой вариант. То есть все элементы, которые мы ставим здесь, на нулевом километре, мы изготавливаем, изготавливает нам инвестиционно-строительная компания «Союз». То есть от Машкина Владимировича Николаевича. Эта звезда видна и днем, и ночью, благодаря подсветке. Простоит она здесь до конца юбилейного года Победы. Конструкция капитальная. Горожане ее уже оценили. Это все, за все уже говорит даже. Это наша Родина, мы живы, благодаря нашим как раз предкам. Для меня он многое значит, потому что у меня дед тоже воевал. Он был водителем на машине «Катюша», много рассказывал про это. Ну а сам объект мне нравится. И для водителей Великой Отечественной в городе тоже будет памятник. Этот ЗИС прошел всю войну и до сих пор на ходу. Вокруг него сделают сквер. Работы идут полным ходом, уже готова почти половина. К 9 мая обещают закончить. Ну это дань, дань водителям, дань всем, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Это будет красивый памятник, я думаю. Серьезно, надолго. Материалы все качественные, все материалы наших производителей, города Барнаула. Спонсоры выделили на сквер более 500 тысяч рублей. На улице Кулагина, наконец, тоже появится уютный уголок, где горожане смогут отдохнуть и вспомнить о подвиге наших дедов. Наря Демилер, Николай Шелко, День с толком. Впервые за несколько лет в парке Изумрудной начали высаживать деревья. До этого их только вырубали. Акцию приурочили к празднованию 75-летия Победы. Продолжит Никита Рымаков. Мало, 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 Кирилл, еще надо подсыпать. Убирай. Около трех лет назад на территории Изумрудного бывшими арендаторами было вырублено около 700 деревьев. Это вызвало волну недовольства горожан. Уже после проходили многочисленные судебные заседания, итогом которых стал вердикт. Рубки были. Незаконные. И вот спустя время парк вновь начинает оживать и зеленеть. Сегодня мы принимаем участие в международной акции «Сад памяти», которая, несмотря на все карантинные мероприятия, проходит во всех регионах России. Мы сегодня к ней присоединяемся. Посадили в Барнаульском зоопарке 75 деревьев и посадим 75 деревьев в парке Изумрудный. Восстанавливать парк помогают в том числе и общественники. А все, что теперь происходит на его территории, курирует фонд «Имущество региона». Конечно, огромное спасибо неравнодушным гражданам, которые принимают участие в восстановлении парка. Я с детства в этом парке, можно сказать, я здесь выросла, и моя дочь здесь выросла в этом парке. И хочется, чтобы этот парк жил и наполнялся жизнью. То есть мы его все любим очень, этот парк. Он нам родной. И хочется, чтобы он был, знаете, вот такой семейный, добрый, радостный, наполненный и зеленый. Кстати, уже готов проект благоустройства парка. Сейчас он на согласовании. Авторы проекта планируют разделить территорию Изумрудного на природные зоны, которые встречаются в нашем регионе. Поэтому здесь в перспективе будет и свой собственный маленький сосновый бор. Все, кто желает нести свой вклад в озеленение, могут посадить свое дерево или, к примеру, куст. Чтобы задуманное осуществить, нужно обратиться в фонд «Имущество региона». Никита Ермаков, Андрей Печоркин. День с толком. У меня на этом все новости. Проведите майские праздники со своими близкими дома. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Валар». До встречи в эфире. Продолжение следует...